Даже при минимальной ставке с Алимбет ты получаешь бонус. А если больше ставок, то и бонусы больше с каждым уровнем. Запомни, больше ставок, больше бонусов. Бонус-клуб Алимбет. Алимбет. Максимум от игры. На мой взгляд, нам матч сегодня удался. Мы достаточно грамотно действовали в обороне, не дали сопернику много атаковать. Поэтому это большой плюс для нас. До этого матча мы пропускали много необязательных мячей. Но особо, что сегодня порадовало, это наша реализация. Мы и до этого создавали моменты. В атаке мы играли сегодня достаточно умно. Не было суеты, не было спешки. Принимали правильные решения. На мой взгляд, абсолютно заслуженно победили. Ну и с хорошим настроением готовимся к следующему матчу. Хотелось бы, конечно, поблагодарить болельщиков. Это те люди, которые реально помогают нам зарабатывать очки. Им огромное спасибо от команды и от меня лично. Ну что, давайте переходим к вашим вопросам. Что самое сложное было в подготовке к этой игре? Все-таки состав немножко менялся по разным причинам. Вводились новые люди. Да, мы испытывали сложности, но мы как раз тут клуб, который никогда не прячется за обстоятельства. У нас есть обойма игроков, и мы хорошо знаем их невозможности. Сегодня получилось так, что ребята играли не на совсем привычной для себя позиции. С честью справились с сложной ситуацией. Понятно, что у нас разноплановые нападающие, да, если Апаев, Хызыр – это скорость, агрессия, то Женя Марков немножко другой футбол играет, но и у одного и другого высокоиндивидуальное мастерство. Поэтому, на мой взгляд, нам, конечно, было непросто при подготовке к матчу, но мы со своей задачей достойно справились. Давайте следующий вопрос. Ман Беоргиевич, добрый вечер с победой, долгожданной, крупной. И все-таки факел по статистике был лидером голов со стандартов. Сейчас рейдеры Бери подают угловые. Или это наигрываете вы на ближнюю штангу, или в этом есть какие-то сложности? Это такая заготовка или какие-то еще возможные варианты? Ну, знаете, не всегда удается сделать так, как планировали, потому что здесь есть такой нюанс небольшой. Мы тренируемся на искусственном поле, да, и смена грунта, смена расстояния все-таки, как я думаю, мешает футболисту более качественно сделать передачу. У нас есть разные, конечно, варианты развития атаки при стандартных положениях, но сегодня просто подача элементарно не получилась. И второй вопрос. Сейчас наступает пауза, связанная с матчами сборной. Планируется ли какой-то товарищеский матч или будет мини-сбор? Да, планируется. Мы сейчас, ребята, отдохнут несколько дней, после этого начнутся тренировки, и ориентировочно 25 или 26 числа мы сыграем с нашей молодежной командой. Андрей, пожалуйста. Андрей Анатольевич, а вот после следующего матча есть уже понимание, кто выйдет в основном составе на следующую игру с точки зрения падения? Нет, конечно. Нет, конечно, еще нет, потому что я еще в голове этот матч играю. Мне тяжело сейчас ответить на ваш вопрос, но в нашем случае лучше пусть будет переизбыток, чем недостаток. У нас все ребята достойны играть в стартовом составе, но у нас есть правила, они его хорошо знают, кто как работает, кто как тренируется. И важно, чтобы футболист непосредственно к матчу был очень хорошо готов и психологически, и физически. Кто будет соответствовать, тот и выйдет в стартовом составе на следующем матче. По голки первого такая же ситуация? Да, 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 все в разных условиях. Сейчас мы по этой игре, я затрудняюсь сейчас вспомнить, вступал ли наш голкипер в игру, вот мне подсказывают коллеги ваши, что не было. Поэтому, ну, наверное, к нему претензий сегодня точно быть не может. Наверное, если форс-мажора не произойдет, то Илья будет играть в следующем матче. Соперник, атака соперника показалась сегодня, создала минимальные проблемы обороны факела. И при таком, как бы, слабом давлении после первого тайма, нужно было все равно какие-то эмоции находить, то есть не отстаивать 1-0, а бежать вперед. Да, как раз таки... Тяжело это было? Нет, мне было это тяжело, потому что мы сейчас с ребятами в раздевалке как раз этот момент затронули, это то, чего нам раньше не хватало. Мы раньше играли, чтобы не пропустить и не проиграть, а сейчас мы играли второй тайм, чтобы выиграть. Вот, ребята понимают требования, понимают, что когда есть желание сохранить результат, это может чревато заканчиться. Сегодня мы были агрессивны с самого начала, и то, что соперник сегодня не создал много моментов, это наша заслуга. Потому что мы недавно на сборах 4 от них получили. Мы поменяли план на игру, поменяли стратегию, мы тактически сегодня совсем по-другому играли. И я вас уверяю, что Сочи не слабая команда, на всякий случай, это серебряный призер прошлого чемпионата. Крутой состав, супертренер. Вот поэтому я бы не говорил здесь сегодня о слабости Сочи, я бы говорил о достоинствах факела. Сегодня тот случай, когда мы уже выходили на игру, мы понимали, что у нас другого пути нет, кроме как победа. Есть еще вопросы? Дмитрий Анатольевич, поздравляю вас с долгожданной победой. Скажите, вот сегодня на матче присутствовало 9 тысяч болельщиков. Вот какую роль сыграли именно болельщики в победе факела? Ведь начался матч такого большого перформанса с восточной трибуны. Повлияло ли это на настрой команды и на исход матча в принципе? Да. Вы знаете, я скажу вам так, я говорю, что часто болельщики болеют лучше, чем мы играем. Сегодня тот случай, когда, на мой взгляд, нам удалось соответствовать. Но есть у нас с ребятами такой разговор между собой. Мы реально это вслух признаем, что болельщики помогают нам зарабатывать очки. Потому что, на мой взгляд, это самые лучшие болельщики в стране, которые нас поддерживают всегда. И самое главное, что когда мы спотыкаемся, нам в спину камни не летят. Это очень сложно. Потому что люди любят нас. Мы стараемся им платить тоже любовью. Поэтому, конечно, их заслуга, она огромная. Сегодня перед матчем, обычно перед стартом и свистком, игроки в круг становятся на поле. Сегодня все собрались возле схамейки. Почему там не было? Не знаю. Я вам скажу откровенно. Я думал, что ребята собрались фотографироваться. То, что произошло, стало для меня откровением. Это инициатива игроков. Нам об этом никто заранее не говорил. И тем ценнее такие моменты. Потому что только наше единство поможет нам в сложных ситуациях. Это ребята приняли, они поняли. И сегодня они своими действиями реально помогли всем еще сильнее сплотиться. Потому что когда они позвали всю скамейку стать вместе с игроками, которые выходят в стартовом составе, весь персонал, тренерский штаб, для меня это такое, знаете, что-то внутри. Это говорит о том, что у ребят большое сердце. То есть это не было домашней загадок? Нет, я об этом не знал. Можно еще вопрос? Конкретно про Махамеда Бахимин. Во время матча Старпенда он получил микроповреждение, которые вообще думали, что повреждение это раны кости и восстановление там должно было идти на год. Но он быстро восстановился и уже две игры подряд он выходит в стартовом составе. А в этой игре он наиболее ярко себя проявил. Как вы оцените вообще процесс восстановления Махамеда Бахимин? На самом деле, когда мы услышали диагноз, мы понимали, что на самом деле не все так страшно. Был промежуток от двух до трех недель. Но отдать должное игроку, ему надели РТС, он реально пропустил большую часть времени. Но он не бездействовал, он постоянно работал в тренажерном зале с тренером по физподготовке, плавал в бассейне, то есть он себя все равно готовил. Но через три дня он сказал, что тренер, я буду готов к первому матчу. Мы сначала не поверили, но надо отдать должное наш, медицинский персонал вообще отлично сработал. И все тренеры молодцы, потому что они его подготовили к матчам. Сейчас он еще адаптируется к нашим требованиям, я просто знаю, что он может играть еще лучше. Поэтому лучший матч его еще впереди. Сейчас, исходя из того состояния, и все-таки иностранец в другой незнакомой среде, мы очень довольны, как он себя проявляет по большому счету. И Реда тоже соответствует нашим ожиданиям. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. А, есть еще вопросы. Вдогонку еще один вопрос. Какая ситуация у нас с Сергеем Божиным, а то болельщики переживают. Сережа получил повреждения. Обследование показало, что ему нужно некоторое время, чтобы залечить травму свою. В ближайшее время он приступит к индивидуальным тренировкам. Но за этот промежуток времени, естественно, он не успел потерять все свои физические кондиции. Поэтому вопрос его появления в общей группе, это, на мой взгляд, 7-8 дней. После этого он уже будет готов играть. Спасибо. После того, как начнете, еще и не вы, и не тренинг соперника сегодня не вспомнит про поле. Все это пройденный этап, то есть уже весна? Да, вы знаете, ну, поле, на мой взгляд, поле сегодня-то как раз и никому не мешало играть в футбол. Кто умеет играть в футбол, тот умеет на любом поле играть. По крайней мере, я ни разу не сказал, что у нас там что-то не так с полем. Наоборот, всегда благодарим людей, потому что вчера шел дождь, вот поляна соответствовала сегодня уровню РПЛ. У меня-то точно никогда не возникает вопросов по этому поводу. Люди стараются, люди работают. Мы им благодарны, что у нас есть возможность сыграть на таком поле, на таком стадионе, предойти к болельщикам. Продолжение следует...